Мощный слой еврейской интеллигенции и благотворительных организаций. Около двух тысяч состоятельных евреев финансировали бесплатную столовую, лечебницу, аптеку и туберкулезный санаторий. Харьковская община помогала жертвам погромов в других городах. В самом же Харькове еврейских погромов не было никогда. Город развивался и строился во многом благодаря еврейской общине. Архитекторы-евреи внесли заметный вклад в застройку города. Первым зданием, возведенным в Харькове по проекту Адольфа Минкуса, стал губернский дом. К сожалению, он был полностью разрушен во время войны, но множество других сохранилось. Главную улицу города Сумскую украшают здание выдающегося архитектора Александра Гинзбурга. Общее количество его построек достигает 120. После войны Гинзбург был избран председателем еврейской общины и оказывал помощь в становлении государства Израиль. За эту деятельность он был изгнал с работы, оставлен без средств к существованию, оклеветан властью. Сердце его не выдержало, и Гинзбург вскоре скончался, оставив нам свои прекрасные архитектурные творения. 20 из них – памятники архитектуры. В списке памятников архитектуры Харькова и 11 зданий Моисея Диканского. Ощутимый вклад в застройку города внесли Моисей Компанец, украсивший город зданиями готического стиля. Борис Гершкович, Моисей Галитинский, Аркадий Лангман, братья Ройтенберг, Виктор Истрович. Моисей Компанец В Харькове в разное время трудилось около 200 архитекторов-евреев. 100 зданий, авторами которых были 40 архитекторов-евреев, внесены в национальный реестр памятников архитектуры. До нас дошло далеко не все. Во время войны город был сильно разрушен. А после войны изменился не только облик Харькова, но и национальный состав его населения. Если накануне войны численность евреев Харькова достигала 150 тысяч, то после войны их осталось всего несколько сотен. К счастью, большой части еврейского населения, связанной с работой на крупных предприятиях, удалось спастись. Ведь заводы эвакуировали в первую очередь. Часть евреев ушла на фронт. В городе осталось не более 20 тысяч евреев, в основном стариков, женщин и детей. Захватив Харьков, фашисты немедленно начали проводить регистрацию населения, причем евреев записывали на специальных желтых листах. Попавшим в эти желтые списки было приказано переселиться в бараки с танкостроительного завода на окраине города, в еврейское гетто. Путь до гетто пролегал по самой длинной улице Харькова, 18-километровому Московскому проспекту. Дорога была очень длинная, очень страшная. По обе стороны мы прошли по Московскому проспекту, он был проспект Сталина тогда. И дошли до дороги уже, там где заводы были, начиналась дорога на трактор. Ну и вот по обе стороны стояли люди. Ну одни были настроены как-то более терпимо, другие враждебно, в общем, по-разному. Ну вот такой разговор запомнился мне. Стоит молодой мужик и говорит, что значит, вот столько лет ждал, значит, молод дождался, вот голодомор был, погибли у него родственники. Да, и вот теперь, значит, вот я дождался возмездия. Ну и тут же стоит пожилой мужчина и говорит, дурак ты, дурак. А я, говорит, вот уже прожил столько лет, говорит, уже там 60 или 70, и такого ужаса никогда не видел. По дороге немцы встречали. Там будки стояли, загоняли стариков, обрезали бороды, фотографировали, вот, бросали камнями, срывали платки. Поселение просто, а не немцы. Снимали у кого шубы хорошие там или что, а мороз то сильный был. Ну вот так мы и шли. Женщина рожала на дороге, упала, стала рожать, родила двойную. Тут же немцы штыком закололи и детей, и ее. В общем, путь был все не розовыми филиалками. В общем, очень тяжелый путь. Те, кто дошел, оказались в бараках. Они уже понимали, что отсюда будет один выход, в небытие. Каждый день из гетто вывозили людей. Несколько километров, и евреи оказывались в Тробицком Яре. Мерзлая земля уже раскрывала свои объятия для тысячи людей. И только нескольких спасло чудо. На глазах человека, с которым такое чудо произошло, убили всю его семью за несколько часов. А он все еще жил, потому что его заставили сортировать вещи погибших. Он жил и ждал последнего мгновения. Час, полчаса лишний пожить. Так хотелось тогда жить. Ужас. Мятин пожилой евре. Говорит, сынок. Тогда мне уже было 16 лет. Сынок говорит, прыгай в машину, мы тебя забросаем. Вот. И вот прыгнул я и еще один парень, чуть старше меня. В 1943 году, сразу же после освобождения, в Харькове состоялся первый в истории Второй мировой войны судебный процесс над фашистскими преступниками. На процессе были показаны кинокадры и фотографии уничтожения Харьковских гибриньев. Тем не менее, о жертвах Дробицкого яра советские власти предпочли поскорее забыть. Бороться за право достойно увековечить память невинно погибших пришлось полвека. Как и за право высечь на надгробном памятнике слово «евреи», а не просто «мирные советские граждане». Мемориальный комплекс в Дробицком яре. Монументальный ансамбль человеческой скорби. Он уникален даже в европейских масштабах. Строился мемориал долго, более десяти лет. Деньги на строительство собирали всем миром. Пока шло строительство, еврейская общественная организация «Дробицкий яр» устанавливала имена погибших, поднимала архивы, разыскивала уцелевших свидетелей событий и тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью. В результате этой работы появились почти полные списки погибших в Дробицком яре. Более 16 тысяч человек. Более 80 граждан Украины были награждены званием «Праведник мира» за спасение евреев в годы Холокоста Израильским мемориальным институтом катастрофы и героизма Яд-Вашем. В дни памяти харьковские евреи собираются на месте бывшего гетто и отправляются к мемориалу в Дробицком яре. Сотни людей стоя слушают поименный список своих погибших соплеменников и молятся о том, чтобы их души вернулись в Орес-Исраэль в мессианские времена. Харьков начали возвращаться уцелевшие в катастрофе евреев. В 1945 году возродилась религиозная община, но тут же попала под жесткий прессинг властей. В космополитизме обвиняли известных в Харькове евреев. Писатели и критиков евреев изгнали из союза писателей. Дмитрия Клебанова за симфонию Бабий Яр и союза композиторов. Ученик Клебанова пострадал за использование в своей музыке хасидских напевов. В 1950 году было введено негласное ограничение на прием евреев в вузы. В 1953 началась травля и массовые аресты врачей евреев. В 1958 в Харькове выследили и разогнали 20 мильянов, а в 1959 по городу пронеслись аресты за выпечку мацы. Но евреи держались, приспосабливались к условиям и, несмотря ни на что, продолжали составлять научную и культурную элиту Харькова. К концу 70-х годов численность харьковских евреев составляла порядка 90 тысяч человек. Но как только приподнялся железный занавес, евреи стали массово эмигрировать в США и Израиль. Но по мере убывания еврейского населения все больше расцветали еврейские организации. Остающимся здесь хотелось жить полноценной еврейской жизнью. Для них открыли двери Израильский культурный центр и еврейское агентство Сахнук. Восточно-украинский филиал Международного Соломонова университета. Научный комплекс Соломонова образования и технологический лицей. Еврейский общинный центр Байдан. Харьковский областной благотворительный фонд Хесет Шаре Тиква. Областной комитет Дробицкий яр и музей Холокоста. Еврейский студенческий клуб Гилель. Лицей Шалавим. Еврейская общеобразовательная школа. Американский еврейский объединенный распределительный комитет Джойн. Филиал Всемирного Орта. Ортодоксальная иудейская община Ортодокс Юнион. Есть в Харькове и прекрасный кошерный ресторан Шалом. Так что Харьков по-прежнему остается очень еврейским городом. У харьковчан существует даже особый диалект, в котором присутствует масса еврейских слов и выражений. Привычные плечики для одежды здесь, например, называют трепелем, честь еврея, владельца модного позапрошлом веке дамского магазина. А нос не иначе, как шнобелев. Харьковчане уверены, что один из городских районов Москалевка назван в честь двух евреев – Мойские и Левкие и так далее. К тому же полуторамиллионный город живет по законам общины, где все знают все и обо всех. Такая вот особенность. Вторым же домом большинство харьковчан считает Израиль, ведь там живет 30 тысяч наших земляков. И все они, если не друзья, то родственники. Таков наш Харьков – город на стыке цивилизаций и народов. Интеллигентный, толерантный, неспешный. Очень особенный город с неповторимым лицом, в котором явно проступают еврейские черты.